Кстати, вот был такой астроном замечательный, Гепарх Никейский, так его зовут. Гепарха это имя, а вот Никея это место, где он родился. Дело в том, что у древних греков, а Гепарх был именно древним греком, у древних греков фамилии не было. Вот это вот изображение чисто условное, потому что дата его рождения известна, ну там плюс-минус лет 20-30, да, вот так из таких соображений. Вот видите, некий такой мужчина, немножко вот такой вот, какой он есть, а вот это другой вариант, тоже самый Гепарх, тоже самый Никейский. Знаменит он тем, что составил первый каталог звезд, ну первый каталог звезд вот в западной цивилизации, скажем так, у китайцев тоже были свои каталоги звездные. Вот в этом каталоге было порядка тысячи звезд. Для чего он был нужен, самый звездный каталог? Ну, естественно, он составлялся, значит, на глазок, то есть без оптических приборов, измерялась, значит, по координатам звезды на небе с помощью, соответственно, своих замечательных угломерных инструментов тогдашних, да, чем больше точность нужна, тем больше должен быть размером инструмент. Это интересное было время еще. Вот. И они были нужны для того, чтобы фиксировать, чтобы все яркие звезды неба были, значит, записаны, задокументированы, и фиксировать появление новых звезд, вспышки новых звезд. Ну, вот такой вот каталог. Вообще, каталогизация получила очень большие размеры. Вот это звездное небо. Есть каталоги туманностей, не один. Значит, в этих каталогах туманностей есть и звездные скопления. Вот, например, кстати, тоже звездные скопления называются Плеяды. И вот есть такое вот предание греческое. И не только греческое, вообще Плеяда известное звездное скопление. У нас в России его называют стажары. Вот. Ну, у нас в России трудно смотреть на небо. Много очень облаков, влажность большая и так далее. Но вот, кто знает, тот видел. Да. Так вот, говорят, вот, в мифах многих народов это созвездие имеет какое-то значение. Там вот какие-нибудь сестры чьи-то там, Плеяды, это у греков. И вот во многих этих мифах одна звезда, одна из сестер, один из элементов пропадали. Может, и правда пропали? Интересно, да? Почему такое совпадение? Дело в том, что звезды действительно иногда пропадают. Да, по поводу каталогов. Значит, в середине 19 века, значит, немцы создали каталог, такое бонское обозрение неба. Это 300 с лишним тысяч звезд там упомянуто. Уже, конечно, оптика использовалась. На основе фотографий, сделанных с конца 19 века до середины 20 века, вот, огромное количество фотографий. Обработали их и создали каталог. Каталог создали уже к концу 20 века. Компьютерный каталог, естественно, потому что в нем более 4,5 миллионов звезд. Сейчас продолжается исследование неба и, соответственно, каталогизируются еще менее яркие объекты. Спутник специальный летает под названием Гепарх, и вот он занимается измерением координат звезд. Вот, это очень важный и нужный процесс. Так вот, удивительно следующее, что очень часто звезды пропадают. Ну, к этому надо спокойно относиться. Что значит пропадает? Это значит, что просто сместилось. Была в старом каталоге, да, в начале 20 века ее сфотографировали, а сейчас на этом месте этой звезды нет. Сместилась, да, сместилась звезда. Да, потому что, значит, переместилось что-то, вот движение у нее такое, видимое движение на небе. Но есть вообще непонятно. Пропала звезда и все. Ничего похожего рядом нет. Никуда она не могла, потому что погасла. Мы знаем, когда взрываются вспышки новых звезд, они же фиксируются. Как она помогла пропасть? Ну, это можно из области, так сказать, ну, недоумений оставить. Но, тем не менее, есть один замечательный объект. Это двойная звезда. Значит, две звезды, одна вокруг другой по вытянутой лесу движется. И вот эта звезда стала обнаруживать странное поведение. Она стала так вот, прямоугольниками такими вот по времени изменять свою яркость. И модель единственная, правдоподобная, объясняющая такая. Нечто, некий экран постепенно закрывает эту звезду. И вот она, за этим экраном звезда, ее не видно. Вышло? Видно. Яркость увеличилась. Ну, и вот он постепенно закрывает, закрывает и скоро закроет. Ну, что это за экран такой с острым краем, совершенно непонятно. Может, какой-то диск аккреционный вращается. Ну, я не думаю, что это какая-то штора. Ну, интересно. Удачи вам, всех благ. До свидания.